Ежегодно на слёте молодых литераторов собираются яркие и талантливые авторы из разных уголков России для обмена опытом, экспертного разбора своих работ и тёплого дружеского общения. На этот раз мероприятие прошло в новом формате. Оно стало частью литературной премии Нижегородской области «Болдинская осень». В числе авторов длинного списка премии в номинации «Поэзия» стала и саровчанка Мария Затонская. Слёт в данном случае был неким промежуточным этапом. На него пригласили людей из длинного списка, так называемого. Этот длинный список составляли ридеры. В ридеры входили писатели, поэты. Ридеры составили длинный список, в который в каждой номинации вошли по 15 человек. Номинации «Поэзия», «Проза», «Литературная критика». Слёт молодых литераторов и премия «Болдинская осень» проходили на берегу Живописного озера, неподалёку от Большого Болдина. Три дня на природе были проникнуты творческой атмосферой и лирическим настроем. Начинающие поэты, писатели, критики и музыканты посещали лекции и мастер-классы именитых авторов, читали свои произведения, слушали конструктивную критику экспертов. В процессе обсуждений, как раз-таки произведений, я для себя что-то поняла, потому что давали советы мастера. Ну и плюс вообще любое событие, оно же откладывается на человека, тем более такое необычное, не вписывающееся в рамки повседневное. Оно всё равно как-то меняет. И это нельзя выразить, но это ощущаешь, что ты вышел из слёта каким-то другим. Так происходит каждый год. На конкурс Мария отправила подборку стихотворений, которую назвала «Саровские миниатюры». В них девушка отразила то, что видит, чувствует, улавливает в буднях родного маленького города. В этих непосредственных и неожиданных моментах жизни Мария и находит своё вдохновение. Меня вдохновляет обыденность, потому что, наверное, такая у меня сверхзадача видеть чудо в обыденности. Это и сложно, но это самое прекрасное, потому что бежать от обыденности в поисках иллюзорных каких-то чудес, идей, отстранённых от жизни, мне это не подходит, мне это не близко. 30 августа объявит семь финалистов, лауреатов премии, которые войдут в короткие списки. А победители получат денежное вознаграждение и право опубликоваться в одном из ведущих российских издательств. Награждение победителей пройдёт в Нижнем Новгороде. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова